Приветствую вас! Я к вам с гороскопом на эту неделю. Что же нам предстоит? События предстоят, но в большей степени, можно сказать, они будут повседневного характера. Из астрологических событий 26 февраля Марс у нас перейдет в знак Козерога. Это знак экзальтации для Марса, и, соответственно, это даст планете силы. Что это значит? Больше появится энергии, больше появится желание что-то делать, что-то менять. Это как, знаете, если у вас был какой-то ступор в повседневных делах, либо в каких-то вопросах, которые вы хотели бы решить, то, соответственно, здесь у вас будет продвижение в этих делах. Ну и, соответственно, так как Марс в экзальтации, это еще у нас планета активности и движения, у многих появится желание заняться спортом. Вторым событием этой недели, и здесь нам предстоит два события, 27 февраля Венера перейдет в знак Козерога, и это положение можно охарактеризовать как пламя во льду, потому что Венера находится, скажем так, в рамках. То есть здесь больше будет желание проявлять заботу, хозяйственность, но таких прям ярких проявлений, как чувств любви, можно не ожидать. Очень много планет у нас сейчас будет находиться в знаке Козерога, и это период, когда у нас может быть достаточно подавленное эмоциональное состояние, и сосредоточенность может быть на рутине и повседневных делах. Вторым событием этого дня, 27 февраля, будет и кадаши. Те, кто соблюдает этот пост, пожалуйста, отметьте это как день, когда необходимо либо отказаться от еды, либо отказаться от пищи животного происхождения. Помните, любые аскезы очень благотворно сказываются на вас и на вашей карме. Из неастрологических событий важным будет нумерологическое событие 22-02-2022. Это необыкновенный день. Такой день бывает раз в 160 лет. Это дата полиндрома, когда вы можете ее прочитать и с одной, и с другой стороны. Обилие двоев не должно вас пугать, потому что с точки зрения астрологии в целом этот день достаточно благоприятен. Он может давать продвижение в важных делах. Он может давать некие события важные, какие-то переменного характера. Но помните, что такие дни, они энергетически очень сильные. Поэтому старайтесь не проявлять негатив, но и можете загадывать желание. Еще одно событие, которое будет у нас актуально с 24 февраля до 9 марта, это на небе образуется колоссарпа-йога. Это определенное положение, когда планеты распределены между двух узлов, раку и кету. И, соответственно, что это может дать? Это живите по карме. Это очень важная рекомендация. Потому что когда колоссарпа-йога, она не любит людей, которые, скажем, поступки, которые могут идти против морали. Поэтому старайтесь, пожалуйста, всегда руководствоваться законной моралью. Вот такая нам предстоит неделя. В принципе, достаточно насыщенная, интересная. С 24 февраля может быть небольшие геомагнитные боли, что будет влиять на ваше здоровье. Может проявляться головные боли. Пожалуйста, учтите и этот момент. Я вам желаю отличной недели. И до новых встреч. Продолжение следует...